ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скейтбольный клуб Барнаул – это, можно сказать, новая история, новая спортивная страница. Есть ощущение вот такого некоего исторического момента и то, что вот вы его создаете? Ну, хотелось бы сначала сказать, что это больше вынужденная была мера. Все-таки алтайские болельщики привыкли именно к команде «Алтай Баскет». И это звучное название. Пошумели мы в свое время в чемпионатах России. Вот, вынужденная мера, БК Барнаул. Мы заходим в новый для нас период в истории. Думаю, он сложится для нас удачно. Но вот что-то такого, что это что-то такое эпохальное, вы не чувствуете? Ну, думаю, это будет ближе к концу чемпионата чувствоваться. Сделали мы что-то новое, либо нет. Будет ли это новой страницей, да? Да, да. А вот что принципиально нового вообще изменилось после того, как поменялось название «Салтай Баскета» на баскетбольный клуб Барнаул? Ну, принципиально мало отличий. Единственное, да, мы чуть, скажем так, в селекции направили взгляд на приезжих игроков. Очень обновился состав. Да, осталось достаточно много игроков с прошлого года, но также были привлечены другие игроки. Но об этом мы еще подробнее немножко поговорим. Вот вы последние сезоны, Евгений, были тренером, насколько я знаю, баскетбольного клуба «Иркут» из Иркутска. Конечно, уже, наверное, не раз вас спрашивали об этом, когда вы только пришли. Но почему все-таки решили вернуться на Алтай? Ну, скажу, что я уехал туда всего лишь на год. Я был здесь в системе клуба как игроком, потом помощником тренера. Сколько вы лет вообще здесь были у нас в Барнауле? Все-таки надо подсчитать, чтобы отвечать на вопросы. Я думаю, в районе 7-8 лет, как я сюда приехал, будучи игроком. И постепенно моя карьера менялась в ветеранскую, потом помощник тренера. В прошлом году получил хорошее предложение от клуба «Иркут». Поговорили с руководством, меня спокойно отпустили. Набрался опыта. Но пришел новый директор, сразу вступили в диалог. Новый директор здесь? Да, да, да. Это Али Мантлер. Позвонил мне, сказал, что в следующем году рассматриваем тебя. То есть, давай думать. У меня был еще год контракта в БК «Иркут». И вот за это пандемийное лето мы приняли решение, что я возвращаюсь. Ну, получается, долго думали? Или все-таки этот вопрос решили быстро для себя? Ну, думал долго. Думал долго. История с «Иркутом» не закончилась. Были у них шансы большие попадания. Они ими и воспользовались. В первую суперлигу. И это был бы для меня хороший опыт. Но я вернулся. В какой баскетбол, скажем так, будет играть Барнаул? Да, сложно. Мы пока ищем свою игру. Пригласили игроков. Смотрим на их возможности. Ребята, которые приехали на разном уровне, да, в баскетбольном находится. Кто-то был лигой выше, но, к сожалению, не получал столько времени много. Кто-то уже довольно долго играет на этом уровне. Хотим посмотреть. Ну, тут ни для кого не секрет. Хотим играть от защиты, но нападение, оно всегда выигрывает игры. А почему он защиты? Ну, такое, скажем, сложилось, да, двоякое, на мой взгляд, мнение, что защита выигрывает там чемпионаты, да. Ну, это так. То есть это наши правила, наши законы, которые мы исследуем, которые приводят к результату в длительной перспективе. То есть Алтайбаскет всегда играл от защиты, получается, да? Не скажу. Я говорю сейчас про себя, как я хотел. В Иркуте такая же была, да? Да, да. Мы приехали, когда туда приехал, мы строили защиту, нападение, оставляли, что было у них наработанное. И по ходу чемпионата меняли. То есть... Плоды приносило? Ну, мы выходили на тот пик, плей-офф. Я думаю, мы показали чуть другой результат. Но, к сожалению, ситуация не дала нам проявить себя в полной мере. Угу. А вот теперь все-таки, наконец-то, мы к Дмитрию перейдем. Дмитрий, вот почему вы решили все-таки снова быть в Барнауле и подписали контракт? Ну, во-первых... Вы же вот у нас много лет тоже играли при разных тренерах. Это так, да. Я застал много тренеров. Вот теперь уже смена руководства. Другое название клуба. Вот. И остался потому, что, во-первых, у меня контракт был на три года. Мы еще, когда Виталий Викторович Мантлер здесь был спортивным директором площадь в Алтай-баскете, мы с ним много разговаривали. И именно он мне уговорил подписать вот этот контракт трехлетний. И вот еще один год остался. Мы с ним встретились, когда создавался новый клуб. И он предложил мне еще остаться на один сезон, как-то играть этот, вроде как, контракт, да. Но уже с новым клубом. Вот. Я согласился. Ну, у вас же были наверняка какие-то другие предложения, может, более заманчивые. Нет? Почему все-таки остались здесь? Ну, я разговаривал с своим агентом, да. И, в принципе, он сказал, что у тебя хороший контракт. Сейчас такая ситуация с коронавирусом, да, с этим. Ну, то есть все-таки из-за ситуации или из-за того, что родной у нас клуб? Ну, конечно, я хотел, ну, играть дома, радовать своих болельщиков и помогать своим партнерам, молодым, именно здесь, в Барнауле, в Алтайском крае, развиваться и чтобы клуб развивался. Вот. И пока задачу, ну, еще не выполнил и не собираюсь уходить. Ну, вот Евгенья, я его уже спрашивала по поводу новой истории, новой спортивной страницы. А вы вот чувствуете какую-то свою причастность или действительно там время покажет? Потому что вы играли при клубе Алтай-баскет тоже достаточно долгое время. Ну, все понимают, мне кажется, что это тот же клуб, просто название другое, да, теперь. Ничего страшного, будем работать с этим клубом и делать ему имя. Все знают, что это главная команда края баскетбольная. И теперь нужно сделать так, чтобы и это имя, ну, слышалось, как и Алтай-баскет. Ну, такая задача у нас есть сейчас. Ну, вот сейчас комплектование команды завершено или каких-то новичков еще ждать, Евгений? На данный момент комплектование завершено. Да, у нас на данный момент есть какие-то слабые места, мы понимаем про них, будем смотреть на старте. Сможем мы своими усилиями, усилиями молодых игроков эти слабые места закрыть. А слабые места, это можно как-то, да, сказать, это что? Вот защита, наверное, сильная, да? Ну, уровень игроков, уровень игроков. Опять же, мы буквально вчера провели контрольную игру с БК «Новосибирск». Эти места сразу подсветились, но опять же… Ну, как сыграли? Ну, мы проиграли. Вы проиграли, да? Ожидали, ожидаемо или все-таки хотели? Да, ожидаемо. Команда «Новосибирск» выше уровнем, играет в другой лиге. Да, мы хотели по итогу чуть лучше результат, но опять же, все на поверхности, проиграли заслуженно. Ну, как раз вот те вот нюансы, о которых мы сейчас говорим, что эпизодично проваливались, и «Новосибирск» пользовался этим моментами. Ну, то есть новички еще будут, я так поняла? Пока не планируется, но по ходу будем смотреть. Возможно. Опять же, мы будем играть с другими командами чуть нашего уровня, нашей лиги. Возможно, это не будет никак отражаться на игре. Какая сейчас вообще атмосфера в коллективе? Ну, какой-то период же времени простаивали, как и многие другие команды, да? И вот удалось за это время создать какой-то позитивный настрой обоим. Вопрос, кто готов? Ну, от себя скажу, что на сборах позитивного достаточно мало. У ребят серьезные нагрузки, каждодневные двухразовые тренировки. То есть тут им тяжело морально, физически, но мы об этом знаем, тренерский штаб, и просим ребят терпеть. Дмитрий? Ну, в раздевалке я могу сказать, что атмосфера хорошая, да? Мы все терпим, понятно, это нужно работать на… Это так звучит, мы все терпим. Ну, потому что, да, нагрузки после боли… Да вы же привычный вроде. А, промежуток очень большой был. А, из-за этого, да? Да, да, очень долго. Прям потеряли форму, можно сказать? Ну, все равно кто-то поддерживал как-то форму. Например, я летом не мог попасть в зал игровой вообще, да? Получается, тренажерные залы тоже были закрыты. Приходилось работать дома, там, на стадион выходить, но этого мало. Все равно хочется поддерживать как основную работу делать, как каждый год. А здесь все сбилось, получается. И сезон не доиграли, и все закрыто. И, получается, вот поэтому терпим. А так, в раздевалке ребята, в принципе, уже все сдружились. Нормальный коллектив у нас собирается. Я считаю, вот, тренер не знает, но мы уже… То есть, настрой позитивный. Да, мы собирались в баню уже там все вместе, да. Так что это хорошая, ну, химия поддерживает. Ну, сейчас узнал, что его не позвали. Дмитрий, вот тоже вам вопрос. Я знаю, что вот когда была пауза чемпионата, вы проводили, ходили на тренировки к Сергею Клевцову, тренеру нашего известного легкоатлета Сергея Шубенкова. Вы вот в легкую атлетику собрались? Или вот, я не знаю, вам понравились его тренировки? Его подход? Мне очень понравилось. Вот, у них хороший коллектив, тренер харизматичный, да, Сергей. Мне все понравилось. Я решил для себя, что, ну, слишком большой перерыв был, и нужно как-то поддерживать форму. И я не нашел лучшего варианта, как вот обратиться через знакомых к нему. И он с удовольствием, ну, как он мне сказал, он принял меня. И я ему очень благодарен за то, что он мне дал. Вот, вот, это какой-то... Какой период времени занимались с ним? Июль. Весь июль я с ним занимался. Весь июль. То есть это ежедневные тренировки или несколько раз в неделю? Нет, я себя жалел. У них были ежедневные, но я хотел через день, вот, чтобы потихоньку втягиваться. Ну, в легкую атлетику захотелось, может быть, там, побегать где-то на каком-то чемпионате, хотя бы, там, России, не знаю. Все-таки я скучал по мячу. Я знал, что эта работа такая, другая немножко, но для меня это нужно было сделать, вот. Учитывая мой возраст уже, вот, и мне нужно поддерживать физическую форму, как никогда, в принципе. Ну, вот я знаю, что сейчас все игры будут проходить без болельщиков, да. Насколько вам вообще принципиально, Евгений, ну, и Дмитрий тоже вам, играть с болельщиками? Вот потому что некоторые команды даже говорят, ну, так проще, есть, дескать, нет никакого-то давления болельщиков на команду? Ну, со стороны тренера, может быть, и проще, легче донести через тишину, да, свое видение игры игрока. Да, потому что, мне кажется, тренеры особенно такие вот харизматичные, они обычно кричат настолько громко. Очень много идет со скамейки подсказок, да, но тут не обсуждаемая игра с болельщиками, это совсем другое. То есть, игра для болельщиков, мы играем, они приходят, энергия их, мы знаем, что в Барнауле очень хорошие болельщики. То есть, не понаслышке мы в этом жили, мы в этом играли, и они славятся на, не можно сказать, на всю Россию славятся, а наши болельщики, что они неравнодушны. Это большой минус. Нет, это большой плюс. Нет. Что они хорошие. То, что их не будет, в смысле, да, то, что их не будет. Это большой минус. Ну, вот тебе могу сказать единственное, что когда делаешь какое-то хорошее действие, да, и я очень чувствую, что как болельщики на это реагируют, особенно дома, да, им это нравится, они, ну, сразу заводятся, и я получаю, ну, удовольствие большое от этого, что им понравилось именно, да, я не для себя это делаю. Евгений, ну, раз без болельщиков, конечно, это обидно и грустно, а посмотреть они где-то могут, вот ваши матчи? Ну, конечно, в эпоху социальных сетей у нас работает как Инстаграм, у нас и наши социальные сети работают, и в этом году сделали, создали Ютуб-канал, на котором будет транслироваться онлайн-матч. У вас вообще большой фан-клуб? Ну, достаточно, и в Барнауле я много людей знаю, которые очень любят баскетбол, которые переживают годами, да, и постоянно следят и поддерживают нас, вот, и поэтому без них играть, ну, как-то будет очень, не так, как всегда, конечно. Ну, надеемся, что это когда-нибудь все-таки изменится эта история, но пока без болельщиков. Я знаю, что периодически на игры Алтай-баскета приходил губернатор наш Виктор Петрович Томенко, и он хорошо играет в баскетбол. Вот, не волновались ли, там, может быть, там, руки тряслись или как-то вот, чтобы себя проявить? Есть вот какая-то дополнительная ответственность, когда вот приходит, допустим, губернатор на ваш матч? Ну, я не знаю, за других ребят я не могу сказать, да, а вот за себя я уже достаточно поиграл, достаточно опыта, и чтобы это не первый губернатор, который приходит на мои игры, да. Но этот разбирается, по-моему, не каждый губернатор разбирается в игре. Ну, по крайней мере, у меня не было никакого мандража, и надо делать свое дело, да, выходить и побеждать. Главное, чтобы ему понравилось, да, как играет команда, вот, и чтобы он еще приходил на игры и хотел приходить. Ну да, это, наверное, все-таки тоже дух поддерживает, так же, как и болельщики, когда у вас... Да, чтобы не просто так, да, нужно прийти, а чтобы он именно хотел приходить и смотреть на эту команду. А еще, если выиграешь, то вообще отлично, по-моему. Так вот, все-таки к завершению мы подходим. Когда мы увидим команду в деле и когда уже официальные игры? Первые официальные игры стартует у нас Кубок России, пройдет он по туровой системе, пять команд встретятся в одном городе. Пока неизвестен город, это будет 25 сентября, 25 по 29 сентября. Чемпионат стартует по предварительным датам 17-18 октября. Тоже сейчас верстается календарь окончательно от Федерации баскетбола. Думаю, в ближайшее время мы узнаем и даты, и соперников, и... Пока неизвестно все, да? Да. Физическую форму к тому времени наберете, вот чтобы вот прям совсем на позитиве? Мы прошли уже, да, часть сборов. Да, основной этап функциональной подготовки, можно сказать, пройден, да? У нас остается его поддержание, увеличение каких-то других показателей скоростных, там, силовых, и в основном это у нас командные взаимодействия. Мы сейчас запланировали много игр. Тренировки у вас в каком режиме? Два раза в неделю, да, проходят? Два раза в день. Два раза в день, да. Мы тренируемся. Утренняя часть стараемся посвятить кондициям нашим. Тренажерный зал, там, был стадион, сейчас мы потихоньку уходим из стадиона. Вечерний только баскетбол. Ну, я вот в своей подводке сказала о том, что планы у вас амбициозные, призовое место. Я не ошиблась ведь, да? Ну, посмотрите, мы комплектовали команду с людьми, с амбициями. Артем Чаваренков, Алексей Чиликин, СБК «Самары», которые брали золото чемпионата России Суперлиги-1. Дмитрий по высшей лиге брал первое место, по Суперлиге было серебро. Игорь Ермаков с Уфой брал первое место. У нас достаточно так много людей с духом победителя. Это, думаю, принесет нам плоды именно уже на второй стадии чемпионата. Хорошего старта. Спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо вам. А я напомню, что сегодня моими гостями были Евгений Горев, главный тренер баскетбольного клуба «Барнаул» и Дмитрий Злобин, игрок клуба.